Всем привет! Вот и настал момент, когда я записываю новое видео. Так уж получилось, что мы сегодня решили уехать в то место, где я хотел побывать уже очень давным-давно. Есть такой прекрасный город под названием Ниш, он находится в Сербии. И находится он очень далеко от столицы Сербии, от города Белграда. И так уж получилось, что мы сегодня решили до туда доехать. Здесь состоялся сегодня Бирфест, кадры какие-нибудь я сюда вставлю. А может и не вставлю, кстати. И мы решили приехать на Бирфест. Сейчас вот он закончился, мы вышли оттуда и я решил, естественно, заснять какое-то видео. Что из этого получится, я не знаю, но посмотрим дальше. Ну вот и настал новый день, когда мы можем спокойно прогуляться по нишам. Справедливости ради, вчера, когда мы были на Бирфесте, я думал, что на утро нам будет очень плохо, потому что это был фестиваль все-таки в первую очередь крафтового пива. А я к крафту очень, скажем так, негативно отношусь, потому что в преимуществе в большинстве случаев у меня просто тупо от него болит голова. Но на очень большое удивление мы сегодня проснулись, и голова не болит. Все хорошо, но сегодня не об этом. Сейчас мы идем по, наверное, одной из главных туристических улиц Ниша. И я вам давайте покажу, какая красота вокруг. А то вы все время говорите, типа, что ты только себя показываешь, покажи то, что вокруг. Ну, вот так примерно выглядит эта улица. Улица не сильно похожа на тот же самый Белград, либо не похожа на Нови Сад и подобные города. Здесь она как-то выглядит так по-своему, по-домашнему, более уютно. И вообще, когда ты здесь прогуливаешься, чувствуешь такой вайп, что ты идешь по какому-то южному городу, не чувствуется вот этот европейских всяких штук. Ну, крутой же вайп, когда идешь по улице, играет такая музыка. Я вообще обожаю уличных музыкантов. И я, в принципе, вообще люблю очень сильно музыку, потому что я сам играю на гитаре. И я обожаю эту атмосферу. И когда идешь по улице вот так вот и слышишь, как какой-нибудь человек играет на акустике и поет какие-то популярные песни, причем очень красиво поет. У меня прям это... Я не знаю, как объяснить. Прям даже радостно на душе, скажем так, становится. Тем временем у нас заканчивается вот эта вот главная туристическая улица. И сейчас мы, наверное, пойдем либо в крепость, либо еще куда-нибудь свернем, посмотрим. Сейчас будем переходить через речку местную, где я, кстати, вчера снимал начало этого ролика. И посмотрим, как это все выглядит именно днем. Потому что, ну, ночью, как я уже вчера говорил, это все красиво, классно, круто выглядит. Но когда ты днем идешь, ты замечаешь какие-то всякие такие моменты, которые ночью, скажем так, просто скрываются. Поэтому давайте переключимся. Опять не на меня. И посмотрим, в принципе, что вокруг. О, Андрей решил присполниться, посмотреть какую-то книжку себе. Что родишь, брата? Смотрю на сербские комиксы. На комиксы? Да. На комиксы. Смотри, как они элегантно, так сказать, совместили стили, историческое, так сказать, многовековое здание и вот это вот, так сказать, современное, просто шедевр, шедевр. Вот местного коня надо заснять обязательно. У нас в Белграде на ТРГ Репаблик есть такой же самый конь. И вот в нише тоже есть свой конь. Наверное, это место, где все собираются. Типа, встретимся у коня, знаешь? Интересно, кто у них цифры, да, есть? На светофорах? Да. Я не понимаю, почему нет их в Белграде. Потому что это, блин, ну, это удобно. Еще портят, конечно, атмосферу вот эти всякие казино. Вот, вот казино, а казино вообще бесит просто максимально. Они еще вот максимально яркие делают такие вывески, чтобы выделяться. И типа ты идешь, какое-то красивое старое здание, а там вот это тут не висит. Опа, и тут эти айкосы. Ох, ужас. Вообще, справедливости ради, я еще до сих пор не научился красиво выражаться и высказывать свои мысли как-то долго, скажем так. Поэтому я обычно говорю какими-то маленькими отрывками и потом, собственно говоря, это все дело склеиваю. Да, я до сих пор не избавляюсь от фразы, собственно говоря. Я знаю то, что вам это не нравится, но в ближайшее время, я надеюсь, все-таки мне получится избавиться от нее. Вообще, резюмируя то, что я хотел сказать по поводу этой крепости, здесь на самом деле очень прикольно. Здесь огромная зеленая зона, здесь огромный парк и здесь очень круто просто чилить в свободное время. Парк этот очень большой. Я геометку оставлю где-нибудь в описании и потом, может, прикреплю кусочек карты, который покажет, насколько он действительно большой. Здесь убрано, здесь чисто, здесь проходят всякие молодежные тусовки. Как я понимаю, вон там сцена стоит, ее сейчас уже разбирают. И вчера, когда мы проходили, мы слышали, играла очень громкая клубная музыка. И, судя по всему, здесь была какая-то тусовка. Была какая-то тусовка. И, к сожалению, мы на нее не попали. Потому что что? Потому что мы были на фестивале пива. Ну, кстати, на фестивале пива было тоже прикольно, но слишком много народа. И, к моему очень большому сожалению, там был платный вход. Конечно, 350 динар это не так много, но... Это бокал пива. Но, тем временем, вот такой вот нас вид открывается. На какое-то старое архитектурное сооружение. Причем, ну, судя по тому, что я вижу, оно действительно очень старое. И надпись Нишвиль. По моим предположениям, мы сейчас немного прогуляемся по этому парку. Может, обойдем его вокруг. Посмотрим, что, в принципе, здесь вообще есть. И после этого, наверное, мы куда-нибудь двинем. Либо в центр, там еще немного пройдемся. Либо поедем уже из этого города и посмотрим на что-нибудь другое. Потому что ребята нашли здесь неподалеку еще какой-то прикольный замок. И там, наверное, тоже будет интересно что-то поснимать. Вполне возможно, что я объединю просто эти две локации в один ролик и покажу. Хотя, может, разделю. Посмотрим. Все в зависимости от того, сколько материала будет отснято. Вот там есть штучка такая. Прикольная. Я не знаю, как это объяснить. Закругленной крышей. У меня в городе примерно такая же есть. Я не знаю, это не туда пальцем показываю. На камере плохо видно. И когда мы идем по центру, допустим, того же самого Смоленска, там есть такие же самые, типа арки, наверное. Я не знаю, как это объяснить. Но выглядит забавно. Даже немного вспоминает самый город. Хотя, опять же, как я вчера и говорил, то, что ниш мне действительно очень сильно напоминает такой город, в котором я рос. То бишь, живя в том же самом Белграде, ты живешь в крупном городе, в столице страны. И жизнь как-то кипит очень быстро. Жизнь кипит, она проходит очень быстро и все такое. Сюда приезжая, здесь чувствуешь какой-то такой вайб, спокойствие, умиротворение. Хочется просто ходить, гулять по парку. Хочется, да и хочется ничего не делать просто, грубо говоря. Несмотря на то, что здесь вокруг столько всего, что можно посетить, что можно посмотреть. Очень большое количество архитектурных всяких сооружений. Ну, не знаю. Просто, когда я был в Смоленске, в том же самом, у меня примерно постоянно, да не примерно, а у меня постоянно было то же самое чувство, что такого душевного умиротворения, скажем так. Потому что там люди никуда не торопились, люди всегда были спокойные, ценник был значительно ниже на самом деле. Хотя, справедливости ради, сейчас то, что мы находимся в нише, и сути по тому, что мы видели, цены в кафешках, всяких ресторанах, ну, по ценам примерно то же самое, что и в Белграде. Поэтому, ну, разница в всяком случае прям большой я не заметил. О, есть еще такие прикольные штуки. Самое забавное, вон там еще женщина с ребенком лежит. Просто лежат, отдыхают. Глянь, там ворота какие-то прикольные. Может, там что-то интересное? Лишь бы бесплатное. Что самое главное. Офигеть. Куриц показывают. Как будто реально в свою деревню приехал. Зашли мы в местный ботанический сад, который тут есть. И, к справедливости ради, ничего тут интересного нет. Просто небольшой вольер, где бегают там индюк, пару петухов и что-то типа того. Ну, маленькие цыплята там бегают и все такое. В общем, интересно, там ничего нет. Дальше пройти я не нашел как. Поэтому мы можем смело сделать выводы, что просто тут тупо больше ничего и нет. Поэтому мы сейчас идем на выход, пройдемся еще немного по парку и посмотрим. Может, что-то еще интересное найдем. Касательно города. Справедливости раз, город очень неплохой, красивый. Возможно, даже хотелось бы в нем немного пожить. Например, там месяцок-другой. Чисто для того, чтобы успокоить свои нервные клетки, привести все в порядок и все такое. Но на долгий срок я бы, честно говоря, его не рассматривал. Потому что все-таки я уже привык к большим городам, к большому городу, если быть совсем точным. Работают очень хорошо всякие доставки. Ну, как относительно хорошо, конечно, понятное дело. Относительно других городов. И недалеко от границы. До Европы, там до Венгрии, например, то же самое, совсем недалеко. Там по пути, кстати, красиво очень город Субботица есть, который я тоже обязательно как-нибудь сниму. Потому что я помню, там был, там что-то небольшое снимал для какого-то своего ролика. Но прям полноценного выпуска именно про город не было. Хочешь ждать интервью? Да. Что ты думаешь про этот город? Интересный город, но, как говорится, приехали и уехали. Ну, такой, на денек походить. Да, на денек очень замечательно. Смотрите, какой парк. Ну, парк, на самом деле, крутой. Не, ну, он очень большой. Да, парк большой, крутой. Я думал, сначала чем-то он похож на Калимагдан в Белграде, но... Так и есть, просто это... Да, просто здесь ровная ложка, как говорится. Как говорил, кто там говорил, Юрий... Лоза. Лоза, да. Юрий Лоза говорил, ровная плоскость. Я стал ему сейчас верить. Вот, видишь, очередное подтверждение его теории. Да, да. Так нет, на самом деле, приятный город, но для одного дня. На один раз хорошо. Да. Второй раз, наверное, вряд ли. Нет, слушай, может быть, например, с каким-нибудь сербом, который здесь жил долгое время, может, он показал бы какие-то интересные места, например, и все такое. Потому что мы сейчас гуляем по стандартному, наверное, такому туристическому маршруту. Это типа вот эта основная улица, где все находится, и потом в крепость, где все ходят. Я думаю, что тут за пределами города много чего можно взять. Сейчас мы выйдем туда, я думаю, это будет красиво видеть на горы. Место, идеальное место для съемки хорроров каких-нибудь. Ну, чисто, да. То есть, даже если там три фонаря... Да, 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 вот чтобы темно было, туман еще добавить. Вот этот, как кадр, взять, вот прям вот улыбающий мужик, я не знаю, какой-нибудь, не знаю. Нет, он на пианино играет. Может, какой-нибудь Рейль Чарльз, например. Ну, да, его чисто, вот мусор, не, идеальное место для хора. И за тобой этот бежит, как его, длинный... Слендер, слендер, да. Я в детстве, конечно, боялся этого. Блин, ну прикольно. На гитарах играет. Может, Хендрикса где найдем. Да, Эминем. Он самый. Джаз. Тут, наверное, какой-то джазовый фестиваль, наверное, проходит. Потому что я заметил, что тут все связано с джазом, то, что нарисовано. Возможно, да. Наверное, здесь не в этом здании. Ну, крайне маловероятно, что в нем. Ну, и что я могу сказать касательно этого места, в которое мы пришли. Крепость, на самом деле, очень интересная. Парк огромнейший. И гулять по нему одно удовольствие. Огромное количество зелени. Очень зелено. Вот прям очень-очень зелено. Такого я справедливости ради давным-давно не видел. Потому что обычно где-то в каких-то районах находятся маленькие локальные парки такие. И на этом все. Здесь же огромный-огромный парк. Прям в самом центре. Ну, я не знаю, наверное, это не считается центром города. Ну, недалеко от центра точно. Потому что мы сняли апартаменты в центре города. И до сюда мы шли буквально минут 15-20. Край 25. Это если прям совсем ленивым шагом. Если у вас все-таки появится возможность посетить такой прекрасный город, как Ниша, конечно, я бы рекомендовал посетить именно это место. Не в первую очередь, конечно, потому что есть места, которые более интересные, скажем так, как минимум для меня. Потому что все-таки в первую очередь, когда я приезжаю в город, я смотрю именно на центр города. Там красивые всякие заведения, там кафешки. По музеям я не хожу. Потому что, ну, это не совсем интересно. Это только если какие-то тематические, типа вот того же самого музея Никола Тесла в Белграде. Потому что я же все детство занимался изготовлением катушек Теслы. Игрался с высоковольтным напряжением. И до сих пор, ну, наверное, точнее, не до сих пор, а именно, наверное, скорее всего, из-за этого я и седой сейчас уже. Потому что там лампочки без проводов зажигали, молниями стрелялись и все такое. В общем, было интересное детство. Но я отошел немного от темы. Вот, по музеям я не особо хожу, но такие места мне нравится очень сильно посещать. Здесь прикольное сочетание старых застроек, югославских застроек, таких советских, более привычных нам. И такие уже современные дома, которые вот, типа вот этого, который здесь на фоне, я не знаю, наверное, увидите. Обзорная площадка здесь тоже, на самом деле, довольно интересная. Как я понимаю, здесь скрывается город практически на весь ниш. О, вон там гора, кстати, очень большая, красивая. Так вот, здесь скрывается вид, скорее всего, на весь ниш. Да, конечно, он виден, ну, понятное дело из-за того, что мы не сильно высоко. Не прям целиком, полностью, но как минимум видно место, где он заканчивается. Из чего можно сделать вывод, то что город на самом деле застроен, ну, такая, это невысокая, обычная, стандартная застройка. Которая присуща, наверное, большинству сербских городов. Нету небольших домов. Ну, кстати, справедливости ради не только сербских, а, наверное, я бы сказал бы, большинству европейских городов. Есть в этом свой шарм какой-то, опять же. Слушай, я люблю путешествовать очень сильно по таким городам, где вот именно низкая застройка, где ты можешь спокойно идти, вот красивые домики, нету никаких там высоток и всего такого. Особенно югославских, извиняюсь. Потому что, ну, вот они мне прям вообще глаз, в глаз бросаются сразу и наблюдать за ними, скажем так, не совсем интересно. Вот, а мне нравятся такие именно маленькие застройки с красивыми домами. Опять же, они мне нравятся только с точки зрения именно путешествий. Жить бы в таком городе я бы не хотел, потому что мне все-таки хочется жить именно в крупном большом городе, в мегаполисе, там, с высотками, с небоскребами и тому подобное. Ну, вот, собственно говоря, как-то так. Ну, вот и заканчивается наше путешествие по нишу. И что я могу сказать про этот город? Город, безусловно, красивый. Он мне напомнил про то время, когда я жил в Смоленске. Он просто целиком и полностью пропитан тем, что я ощущал именно в своем родном городе. Но справедливости ради жить бы здесь мне, конечно, не хотелось. Потому что, как я уже говорил, я привык жить в большом городе. Я привык, что все быстро куда-то движется. И, скорее всего, если бы я здесь остался, то я проникся бы вот этим тем самым национальным сербским палаком. Когда ты можешь сидеть спокойно, никуда не торопиться, не думать о будущем и все такое. Естественно, я рекомендую посещение этот город, потому что, ну, он просто прекрасен. Да, конечно, есть много нюансов. Типа, где-то там разрисованы стены, что, в принципе, много где есть в Сербии. Где-то мусор не убран, где-то всякие закрытые магазинчики. Там вот такое все в старом стиле. Но, опять же, кстати, когда здесь идешь, такое ощущение, что ты попал будто, ну, лет, если не на 10, ну, хотя, скорее всего, да, лет на 10-15 точно назад. И как будто ты пытаешься прожить свою жизнь еще раз, только уже в более осознанном возрасте. Я думаю, у многих, многие вспомнят то ощущение, наверное, либо у многих есть те воспоминания, когда они были маленькими и бегали по своему родному городу. И хотелось бы, например, повторить то же самое, только уже в более осознанном возрасте. Вот в таких примерно городах, как Ниш, это можно сделать. Не знаю, как у вас, не знаю, как у большинства, но у меня именно так. Здесь очень красиво. Здесь просто прекрасная обстановка вокруг. Здесь все в шаговой доступности. То бишь, по сути, грубо говоря, в рамках центра города ты можешь ходить без проблем полчаса, и ты уже находишься в другой части города. Здесь прекрасные парки. Здесь интересная тусовка ночная, ночная жизнь. Здесь, в принципе, все круто. И, кстати, вот мы сейчас вышли на то место, где мы ночью сегодня проходили, когда мы странствовали в поисках круглосуточного магазина. Ну и, наверное, стоит ответить на самые интересующие большинство вопросов. Это по поводу цен, по поводу заведений и всего такого. Справедливости ради, когда я сюда приехал, я думал, что цены здесь будут значительно ниже, чем в Белграде. Проведя сутки здесь, в городе Ниш, я понимаю то, что, во всяком случае, те заведения, в которых мы были, цены плюс-минус такие же самые, как и в Белграде. Да, конечно, где-то, скорее всего, найдется то заведение, где будет все дешевле и все такое, но мы посетили огромное количество баров, мы посетили огромное количество всяких кафешек, ресторанчиков, и цены, я готов сказать, тоже, ну если не такие же, но плюс-минус такие же. Что еще бросается в глаза? По поводу такси, да, мы тут катались на такси, и, кстати, справедливости ради, очень интересный момент, то, что здесь все таксишки, ну, наверное, все, которые я видел, в всяком случае, это Prius, которые там, электрокары и все такое, я в машинах не разбираюсь. Такую же самую ситуацию я видел в Грузии. Скорее всего, это из-за того, что, типа, это намного дешевле в плане топлива, и так как город маленький, типа, заправляться надо много, поэтому они все покупали именно такие машины. Покупают, точнее, такие машины именно для работы в такси. Такси здесь значительно дешевле. Ну, понятное дело, что дешевле только из-за того, что, потому что город намного меньше. Мы ехали буквально из центра города, там через речку переезжали, ну, буквально минут 10 ехали где-то, заплатили мы 210 или 220 динар, что крайне мало даже в рамках того же самого Белграда, потому что в Белграде средняя поездка это 1000-1200 где-то динар. Ночные магазины. Это больная тема для меня, потому что мы частенько, когда тусуемся с друзьями, и мы, понятное дело, что мы, скорее всего, идем уже после часа ночи, а то и после двух часов ночи домой. И в те моменты, когда хочется зайти именно в магазин купить что-нибудь, найти их крайне сложно. Здесь мы нашли один круглосуточный всего магазин, который именно прям магазин-магазин, это Макси, местный. Это аналог, наверное, магнитов, пятерочек, ну-ка я уже об этом рассказывал. И он был довольно далековато, поэтому мы нашли какой-то просто ларек, где мы смогли купить то, что нам нужно было. Ну и касательно, кстати, тех же самых, допустим, например, парковок, здесь все, в принципе, укладывается в рамки разумного. Такие же самые паркинг-места, ты просто ставишь машину, в специальном приложении вводишь свой номер, оплачиваешь, это парковочное место, и у тебя там дается, грубо говоря, один, вроде бы, целый день, точнее, сутки, на то, чтобы твоя машина стояла там, и тебе не прилетел потом штраф. Хорошо это или плохо, не знаю, но вот, допустим, машины порой паркуют вот так вот. Здесь, конечно, понятное дело, никаких парковочных мест нет, они просто поставили машины, и если проедет машина, которая фотографирует номера, хотя крайне маловероятно, что она здесь, конечно, поедет, то, скорее всего, человеку прилетит штраф. Самое прикольное, что, идя по этому городу, ты быстро запоминаешь все локации, потому что, опять же, город маленький, есть одна основная улица, которая там идет прямая, потом поворот направо, и все. И ты сможешь без проблем ориентироваться, грубо говоря, вот я сейчас один иду, мои друзья уже убежали вперед, и я, получается, иду просто на автопилоте, потому что я знаю, куда идти, хотя, по сути, я здесь сутки. Это, в принципе, одна из прелестей маленького города. Вот каждый раз обжигаемся на одном и том же, когда идем и разговариваем про продукты. Сейчас мы шли, разговаривали про плесковицы и все такие вещи. Ну, короче, грубо говоря, то, что мы покупали сегодня ночью в таком ларечке, где фастфуд делают. И каждый раз мы, когда обсуждаем это, мы используем слово курица. То бишь, там, грубо говоря, был бургер с курицей, там, было еще что-то с курицей, там, филе курицы, там, куриное филе, и все такое. Но самое прикольное, что когда ты об этом обсуждаешься, особенно если ты это громко говоришь, ты ловишь непонятные взгляды. Ну, точнее, вполне себе понятные взгляды, потому что такие, мол, как ты идешь по улице и говоришь такие слова очень громко. Дело в том, что курица, точнее, куриц, если быть точнее, это очень некрасивое сербское слово, скажем так, которое обозначает мужской половой орган. И когда ты идешь, типа, я ел, и говоришь о том, что ты ел курицу, люди очень сильно странно реагируют. Ну, и я их прекрасно понимаю, потому что если бы по России шли бы и говорили, что они ели бургер с курицей, то я, конечно, тоже справедливости ради очень сильно удивился. И был бы в недоумении, как это люди вообще, в принципе, говорят. Понятное дело, что нам делают небольшую скидку на то, что мы мало знаем сербский, либо кто-то вообще не знает. Но все равно у них это вызывает довольно смешные эмоции, потому что, когда мы, помню, один раз стояли также в ночном заведении, которое готовит просто фастфуд, и разговаривали именно с уже человеком, который там работает. Она говорит, как у вас называется пелетина на вашем родном языке. И когда мы сказали, она просто упала, ну, упала не буквально, а в переносном смысле. Она упала в это просто, я не знаю, как сказать, ну, очень сильно засмеялась, скажем так, потому что ей было непонятно, почему люди курицу, точнее пелетину на сербском, называют мужским половым органом. Как-то так. К сожалению, время этого ролика подходит к концу. Если вам нравится то, что я делаю, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики. Будет ваш лайк и подписка на канал. Также, если у вас есть какие-либо вопросы, то добро пожаловать в комментарии. Я их постоянно читаю. Ну, либо если у вас есть какие-то замечания, там, интересные темы для следующих роликов, то обязательно также пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где я в основном в последнее время, конечно, не так много позже, но все-таки посты выкладываю. И в основном, конечно, на тематику информационных технологий. Ну, и на мои соцсети подписывайтесь. Все ссылки, естественно, в описании к ролику. Ну, а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся.